Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Военные летчики ждут решения о вступлении в ИХЛ до пятницы. Мария Бондаренко чемпионка России, самарские пенсионеры, третья в стране по физкультуре. Сборная команда Самарской области сенсационно заняла третье место на всероссийской спартакиаде пенсионеров. В прошлом году 63-й регион был 22-й в турнирной таблице. Кроме российских физкультурников за медали в плавании, легкой атлетике, настольном теннисе, стрельбе и шахматах сражались атлеты Сербии, Германии, Финляндии, Словении, Белоруссии и Киргизии. Самарскую область представляли 8 человек. В итоге в полуторатысячной конкуренции троезовые вали награды. В настольном теннисе золото у Галины Никифоровой и Владимира Тудвасева бронза в плавании у Бориса Богатого. Призеры собираются покорить осенью европейские ветеранские игры во французской Ницце. Толятинская теннисистка Мария Бондаренко выиграла первенство России. В Ростове-на-Дону собрались девушки до 13 лет. Уже с первого матча Бондаренко доминировала на корте. Соперницы сдавались по очереди. Анастасия Яковлева из Чебоксары, Елена Карагазиди из Сочи, москвичка Мария Толмачева. Это на групповом этапе. До финала Тольяттинка победила столичных теннисисток Полину Кудырметову и Арину Бабкову. Поединок за чемпионский титул России тоже остался за Бондаренко. Владислава Петровская из Подмосковья уступила со счетом 6-2, 6-1, 6-2. В паре с самарчанкой Влада Ильянской-Богомоловой Мария завоевала еще и серебряную медаль. Вопрос о выступлении ЦСК ВВС в высшей хоккейной лиге отложен до пятницы 19 июня. Высшая хоккейная лига обещала урегулировать все проблемы с клубом и домашней ареной до середины месяца. По заявлению лиги от авиаторов на данный момент получены не все необходимые документы. Эту информацию подтвердил и президент военных летчиков Михаил Нечапуренко. «Надеюсь, на этой неделе все определится, ведь на следующей неделе уже должен появиться календарь игр чемпионата ВХЛ и, соответственно, состав участников будет окончательно сформирован», прокомментировал ситуацию Нечапуренко. Кто будет выступать за ЦСК ВВС в предстоящем сезоне, станет известно только после того, когда будет понятно в чемпионате какой из лиг появится команда российской или высшей. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.